Платить за свое увлечение любителям рыболовам не придется. До конца недели законопроект, в котором предусмотрена отмена платных фишкарт, будет внесен в правительство. Об этом объявлено сегодня на встрече премьер-министра Владимира Путина с главой Росрыболовства Андреем Крайним. Все заинтересованные граждане по-прежнему могут участвовать в подготовке закона и вносить свои предложения через специальный сайт. Подробнее о том, как, чем, где и кому можно ловить рыбу, в репортаже Антона Верницкого. Я думаю, таким вот уловом в природе мы ущерб никакой не нанесем. А вот браконьеры – это да. Надо с ними бороться, а не с нами, рыбаками. В двух предложениях рыбак-любитель Алексей Грачев, сидящий перед лункой на Аликановском озере под Рязанью, выразил все, что думают его коллеги по хобби о попытках введения в Россию платной рыбалки. Сегодняшняя встреча Путина с главой Росрыболовства, похоже, поставила в этом вопросе точку. Повсеместной платной рыбалки не будет, как и не будет предложенной Росрыболовством так называемой фиш-карты стоимостью от 300 до 500 рублей в год, лишь при наличии которой предполагалось разрешать ловить рыбу. Мы с вами недавно встречались с представителями общественных организаций, которые занимаются организацией рыбы в угле, с рыбаками-любителями. На голом месте, некоторое время назад, кому мы создали большую проблему, что сделали? Переработан законопроект, ваши указания выполнены по поводу изъятия карты рыбака, так называемой, отмены платности как таковой. Не будет карты? Все, карты не будет, да. Сегодняшний день, 10 часов утра, находится в интернете, вывешен для всевышнего обозрения. Неделю будем собирать еще заявки, хотя весь спектр мнений мы учли, в том числе и то, что прозвучало на нашей встрече, ваше указание. После этого отправляем на согласование ведомства. Я надеюсь, что коллеги быстро согласуют. История вопроса тянется с 2010-го, когда Росрыболовство предложило как-то упорядочить любительскую рыбную ловлю. Вылилось это в то, что в Думу был внесен закон, позволяющий отдавать в аренду водоемы. Закон заработал в январе 2011-го. И выяснилось, что в некоторых регионах бесплатно ловить рыбу стало негде. Местное руководство отдало в частные руки самые рыбные места. Частники поставили шлагбаму на подъездах к рекам и стали брать с рыбаков деньги. По стране прокатилась волна митингов. Осенью прошлого года в ситуацию вмешались президент и премьер. Передачу арендаторам водоемов приостановили. Но угроза того, что рыбалка все-таки будет платной, оставалась. Вот почему 11 января Путин и провел в рамках Общероссийского народного фронта встречу с чиновниками от рыбалки и самими рыбаками. С требованием к чиновникам скорейшей разработки нового закона о рыболовстве. Всего через неделю после этого Андрей Крайний уже докладывал Путину о положительных изменениях. По его словам, 95% рыбаков-любителей будут ловить рыбу бесплатно. Правда, из закона проекта пока так и непонятно, что с остальными 5%. В документе остались не совсем четко прописанные положения, по которым могут возникнуть споры. Например, аренда рек все-таки возможна, но ограничена 150 гектарами. Неясно, что будет с предпринимателями, которые уже арендовали водоемы, вложили в их обустройство деньги, но по новому проекту оказались вне закона. Зато уже сегодня руководитель Росрыболовства отчитался о новых прописанных в документе положениях, позволяющих усилить борьбу с браконьерством. Введен запрет на продажу сетей в законопроекте. Сети могут приобретаться только по именным разрешениям, которые выдает Федеральный агентство прорываловства. Потому что очень многие говорили о том, что сегодня в магазине рыбовых спортсменов совершенно свободно можно купить фактически либо браконьерские орудия лову, либо орудия лову промышленные. Вводится понятие нормы вылова. То есть рыбак за сутки может поймать определенное количество килограмм. Сколько можно выловить, как утверждает глава Росрыболовства, будет зависеть от конкретного водоема. Нормы еще только прорабатываются. В любом случае, к обсуждению закона, до внесения его в Думу, а планируется это сделать в апреле, привлекаются все желающие. Его проект размещен на интернет-странице ведомства. Антон Верницкий, Первый канал.